Добрый день, я Макс Дедик и мы хотели рассказать о своем видении каратэ, подхода к нему, преподавания его и назовем эту серию «Школа свободного боя». Но будет подразумеваться, что «Школа свободного боя» глазами каратиста в стиле «Пёк Шинкай». Значит, начнем с самых-самых основных вещей. Только что закончился семинар «Канчо Мацуи» и «Канчо» привез некоторые вещи, которые, в принципе, мы тоже здесь практиковали. Но первое, это то, что позиция «Хэйко дачи» и, в принципе, позиция «Шизентай дачи» и позиция «Готовности». Позиция естественная, позиция «Шизентай дачи» и позиция «Готовности» удобно стоять так, чтобы по внешнему либру была параллель. Ну, то есть, вот две линии, да, параллельные стопы. Вот как в «Киба дачи» мы говорим, да, стопы должны быть параллельны. Также и в «Ёй дачи» в позиции «Готовности» стопы должны быть параллельны. По внешнему либру, именно по внешнему либру. Таким образом, носки как-то смотрят вниз, внутрь, в центр. Вот. Второй важный момент относительно стойки – это то, что позиция «Камая» равна позиции «Санчен дачи». Вот это «Санчен дачи», и мы поворачиваемся сюда к давней ноге, получается позиция «Камая». Разворачиваемся обратно, «Санчен дачи». Переходим вперед, то же самое. «Санчен дачи», позиция «Песочные часы». Разворачиваемся – это «Камая», «Кумите камая», позиция для боя. Вот такая простая вещь. В принципе, она очень хорошо все ориентирует. Относительно позиции живота – очень важный момент. Живот немного подтянут, и таким образом получается, что внутренние органы покроятся в чаши таза. Вот так. Давайте поговорим немножко о центре. Без этого тоже никуда. Еще раз. Мы стоим на… Выносим вес на переднюю часть стопы, мы не стоим на пятках. Потому что, когда мы стоим на пятках, мы не можем маневрировать. Согласны с этим? Так. Важный момент. Теперь такой момент есть. У нас привычка вот так собираться за счет того, чтобы сгибаться. Это плохая привычка. Спина должна быть прямая. А подобрать нужно низ, центр. Но, если вы его подберете вот так, это тоже будет неправильно. То есть нужно, чтобы чаша таза… Вот как вот эта коробка. Вот эта коробка. Да, если ей раз – все начнет высыпаться сюда. Если ей два – все начнет высыпаться сюда. А должно все просто хорошо вот так лежать вот так. Вот таз – это чаша вот такая же. Понимаете? Сформируйте ее таким образом. И живот сюда. Живот немного как бы вот так. В таком направлении проявлен. То есть когда мы в боевой позиции, мы как бы животом немножко как будто настроен на то, чтобы разрезать, пройти как рядокол. Далее. Позиция бедер. Боевая позиция – это позиция Ханми. 45 градусов. Ну, условно 45 градусов. На самом деле это не принципиально. Можно стоять более или более фронтально, менее фронтально. Можно стоять совсем плохо. Но в среднем – это позиция Ханми. То есть у нас, видите, заряженные бедра очень хорошо. И даже если мне не нужно в этой позиции замахиваться, я сразу могу нанести хороший точный удар. Да? Хороший точный удар. Вот. И… Теперь относительно позиции рук и кулаков. Кань сказал очень интересную вещь о том, что… есть несколько способов сжатия кулака. И он рассказал о двух из них. Первый способ сжатия кулака, который используется в ударах руками, это когда внимание основное уделяется большому, указательному и среднему пальцу. И в момент контакта именно на них идет усилие основное. Да? Это сжатие кулака для удара. И сжатие кулака для захватов, для блоков, как и так далее. Когда мы начинаем наоборот с мизинца сжатия. И узким локтем подтягиваем к себе. Узким локтем подтягиваем к себе. Вот. Также очень интересная вещь относительно руки, да? Очень часто нас учат вот так держать руку, как-то вот так держать руку. Много говорят о том, что палец должен быть прижат так. Некоторые говорят вот так. Другие как-то еще. Но Канчу сказал, что с ладонью вот такая ситуация, что нужно просто напрячь сухожилия кисти. Оп. И у вас появляется вот такая вот поверхность. Если вы захотите ударить, у вас непроизвольно вы так напряжете руку. Как будто, как бы, лучи пустить через пальцы. Вот. И ни в коем случае их не сжимать. Они должны быть растопырены. И этот палец ни в коем случае не прятать. Потому что при ударе он ударяется, а препятствие может быть сломан. А вот такая вот позиция руки, да? И когда ты понимаешь, что на самом деле вот так рука сжимается, тебе сразу появляется вера в то, что действительно вот таким ударом, да, можно произвести воздействие достаточное для того, чтобы отключить противника. Ты начинаешь это чувствовать. И начинаешь верить вот в эти вот все вещи. Ну и были еще другие моменты. связанные с тем, что Канчо, например, сейчас больше предпочитает сидеть в Шикодаче, чего раньше не было вообще-таки в Кушине. А это возвращение к Окинавскому карате. В Окинавском карате вместо Киба. Вот это позиция Шикодачи. Вот. Или Найханчи дачи. Я не знаю точно, как она делается, но вот такая примерно, наверное. Что-то такое. Типа Киба дачи, только сокращенная. Но дело в том, что эта позиция физиологична, она не вредит суставам и дает прочувствовать очень хорошо баланс тела. И даже такие вещи мы делаем. Такие вещи. И повнимательнее отнеслись к НКГ. Вот. Ну и важным моментом, дополняющим, в частности для меня очень сильно, дополняющим мои знания по технике перемещения в Камайе. Это второе перемещение, которое я не знаю даже как название его. То, что у нас называется приставным шагом обычно. И Цуги Аши в некоторых стилях это называется. Вот. Есть Аюми Аши. Да? И Акури Аши. Вот. А есть также приставной шаг. Я всегда его выполнял вот так. Раньше я делал его вот так. Стопа к стопе. Вот. Потом, задумавшись о возможности подсечки, я стал его делать не так, как делают в борьбе джидаисты, джитсеры. Чтобы ноги не ставить вместе, чтобы не было подсечки. Да? Сохраняя постоянно между ними. Вот. Соответственно, такие перемещения хорошие, как танк. Двигаешься вот. Да. Вот. Да. Но Канча, оказывается, делает не так. Он делает... А Юми Аши так же, отталкивание проскальзываемое. А дальше он делает такую штуку. Оп. 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 Сейчас я вам кое-что объясню. Казалось бы, ничего это не значит такого. Но я вам сейчас объясню одну вещь. Сделаем это здесь. Ну, допустим, это противник. И для того, чтобы нанести ему удар с дистанции А Юми Аши, ну это примерно дистанция Майгери, да? Я... Бам! Вхожу на наш удар. Бам! Вхожу на наш удар. Вот. Бам! Вхожу на наш удар, отталкиваясь дальней ногой. Бам! Вхожу на наш удар. Ну, вот тут такая дистанция мы видим, да? Вот. Если я буду использовать приставной шаг, который я раньше использовал, я могу дальше немножко отойти, чуть дальше достать. Это примерно похоже на боксерский скачок, наверное. Бам! Я попадаю туда. Я попадаю туда. Хорошее перемещение, быстрое и неожиданное. Но вот качу предлагает такой более древний и более надежный вариант, который мне очень понравился. Я узнал в нем сразу традиционное карате. Вместо того, чтобы делать короткое перемещение, сохраняя устую часть, мы идем, наоборот, далеко, дистанционно, решительно сокращаем дистанцию. Второе. Мы не ставим ноги вместе, а сразу делаем косудачи, вот такую переходную позицию. Косудачи. 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 И если бить правильно, то есть не показывая до последнего момента, что удар уже начинается, не вот этот вариант. Косудачи. Здесь я спокойно, спокойно достаю до подбородка. Я могу ударить, если мне нужно будет в бороду, если ситуация такая. Если я нахожусь в спортивном КП-1, КП, правилом Кокушинкаи, то я могу нанести удар в живот, неожиданно и с быстрым, на очень быстром движении. Ну и, в принципе, я могу его и совсем уничтожить, нанеся ему удар в горло. Вот, например, пальцами или вот таким кулаком или просто кулаком. Вот, и получается, что мы стоим на очень большой дистанции и уже очень-очень опасно. Туда. Ну, быстро это можно сделать. Когда в кумите, то вот я двигаюсь свободно. Сюда. Сюда. Туда. Хочешь хороший удар, мне очень нравится. Тут не нужно только стараться его сильно ударить. Тут вся фишка в том, что очень прямо, очень в цепь. Очень прямо, очень в цепь. Получается, что не нужно сначала разворачивать спину, потом бить кулаком, а нужно по максимуму в соответствии с техникой каратэ, той самой, которую мы отрабатываем, узкие локти. Так можно уже вынести, и тогда она вот сюда уже подлетит, еще спрятана, а потом уже будет вкручивание, и уже точка будет неотвратима. Мне еще самому есть над чем работать на эту тему, но вот такое наблюдение, такая вот новость относительно перемещения в боевой стойке. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok